Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда. Свои проекты представляют не только крупные корпорации, но и будущие инженеры. В Сочи сегодня появилась новая аллея. 15 оливковых деревьев высадили в орнитологическом парке. Нет реакции на предписания, нет воды. Еще один дом в Сочи замечен в нелегальном сбросе стоков. Детство стало самым страшным их воспоминанием. Бывшие малолетние узники концлагерей собрались сегодня на траурный митинг. Не нужен нам берег Турецкий. Краснодарский край готов принять всех туристов, если чартерное сообщение между Россией и Турцией будет отменено. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев заявил сегодня в Сочи на встречу с журналистами. Он также отметил, что цены на отдых в Краснодарском крае останутся доступными для всех желающих. Каждый сможет выбрать отдых по комфорту и кошельку. А сервисы и качество будет не хуже турецкого, а то и лучше. Наши люди должны понимать, что, во-первых, отдых здесь безопасный. Во-вторых, это наши продукты. Сегодня они уже однозначно наши. И сельхозпродукты, и все продукты питания. Они отечественные. И не важно, что они из Краснодарского края или из других регионов страны. Это все равно наши отечественные продукты. И безопасность в первую очередь. Это наши побережья Краснодарского края, побережья Крыма. Это российское побережье. Глава региона также подчеркнул, что ни он, ни его семья никогда бы не поехали в страну, где есть угроза для жизни и здоровья. А на Кубани сегодня делается все для стабильности и безопасности жителей региона и гостей края. Больше 11 тысяч участников собрала Всероссийская неделя охраны труда в Сочи. Международная дискуссионная и презентационная площадка представляет новейшие тенденции в этой сфере. Свои инновационные проекты представляют не только крупные корпорации, но и будущие инженеры. Второй молодежный форум открыл министр труда и социальной защиты России. Максим Топилин отметил, что на площадках Всероссийской недели охраны труда актуальная тема обсуждения станет будущее в этой сфере, которое и будут создавать участники форума. Сотни лучших студентов профильных вузов представили на суд жюри свои инновационные проекты в области трудовой безопасности. И каждая их разработка имеет право на реализацию. Мария Малексанян, например, работает над лабораторным стендом по очистке воды. Конкурс представляет собой презентацию. Мы в несколько этапов проходил конкурс. Мы разрабатывали, дорабатывали лабораторный стенд для учебных целей по очистке воды. Механическая очистка источных вод. Наш стенд, он будет модифицирован и введен в эксплуатацию в учебный процесс. Если проект московской студентки еще нужно доработать, то разработку Игоря Рябых эксперты признали действенным. Студент Казанского энергетического университета создал приложение по обучению специалистов в сфере охраны труда, за что и получил диплом всероссийского конкурса. Возможно, проект Игоря уже в ближайшем будущем будет представлен на профильной выставке. В этом году международная экспозиция «Сейб» собрала на своей площадке 89 российских и зарубежных компаний. С новейшими разработками в сфере безопасности труда и защиты человека сегодня познакомились заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского окрая Вениамин Кондратьев. Они осмотрели ряд стендов крупных корпораций, а после приняли участие в стратегической пленарной сессии, где обсуждались нынешние условия, общие тенденции и перспективы в сфере охраны труда. Только в 2016 году уровень производственного травматизма, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями сократилось на 14%. А если сравнивать наши показатели с 2012 годом, то уровень производственного травматизма снизился более чем в полтора раза. Вице-премьер отметила, необходимо удерживать такие показатели и гарантировать безопасность работников на каждом производстве, особенно в строительстве, где всегда есть риски получения травм. О важности сохранения здоровья сотрудников на предприятиях говорил и губернатор Краснодарского окрая. Самое главное и ценное, что есть сегодня, как в нашем субъекте, но в нашем предприятии, это, конечно, люди. Их здоровье, конечно, жизнь. Много есть проблем, и очень важно найти решение. Я надеюсь, что на этой сегодняшней площадке, сочинской площадке, уже всемирной площадке, многие решения будут найдены. Одним из главных критериев безопасности труда, безусловно, является официальная занятость. Несколько лет назад многие предприятия в целях экономии трудоустраивали сотрудников не по закону. А это значит, что никакой гарантии в плане защиты работника они не давали. Кроме того, выплаты зарплат в конвертах не предусматривают социального пакета и формирование будущей пенсии. С этой проблемой власти стали активно бороться во всех регионах и муниципалитетах. У Сочи уже есть хорошие результаты. Буквально каждую неделю в нашей комиссии выявляют тех лиц, которые фактически работают, но трудовые договора не заключены. За прошлый год было выявлено 15 тысяч наших сочинцев, которые официально были оформлены на работу. А это значит, что эти 15 тысяч наших горожан обеспечат себе и социальную защиту, и пенсионные взносы уплачиваются за них. Предприниматели, не соблюдающие трудовое законодательство, не только оплачивают штрафы, но и попадают в так называемый черный список работодателей, что, безусловно, не идет на пользу их бизнесу. Эти и многие другие вопросы тоже будут обсуждаться во время Всероссийской недели охраны труда. В этом году она собрала больше 11 тысяч участников. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня появилась новая аллея. 15 оливковых деревьев высадили в орнитологическом парке. На церемонию прибыли и высокие гости, в их числе вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Сочи Анатолий Пахомов. Орнитологический парк Сочи. Зеленый уголок в центре эмеретинской низменности. Сегодня это место обитания многих редких видов растений и животных пополнилось новыми посадками. 15 оливковых деревьев высадили в рамках выездного заседания Совета молодых специалистов группы «Лукойл». Это уникальная возможность, я думаю, для каждого из нас посадить дерево, посадить дерево в Сочи и, так скажем, оставить свою частичку. Я думаю, что каждый из моих коллег будет с гордостью вспоминать вот это замечательное событие. И благодарить, благодарить каждый раз компанию, которая даёт нам такие уникальные возможности. Почётными гостями акции, которую приурочили к Году экологии в России, стали вице-премьер правительства страны Ольга Голодец, губернатор края Вениамин Кондразев и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Когда здесь закладывался огромный Олимпийский парк, то было обещано, что для птиц сохранится агнитологический парк. И сегодня мы с вами привнесём свой труд, свою часть нашей любви к природе и заложим новую часть парка для того, чтобы он развивался на радость нашим потомкам. Почётные гости тоже оставили свой зелёный автограф в Орнитопарке, высадив несколько оливковых деревьев. Как отметил вице-президент Лукоила Анатолий Москаленко, в нефтяной компании уделяется большое внимание вопросам экологической безопасности. Есть выбросов нет средных, поэтому это экологически чистые. Олива живёт не одну тысячу лет. Не столь, не двести, а не одну тысячу лет. И я уверен, что не только наши пра-правнуки, а пра-пра-пра-пра-пра-пра, если повезёт, если будет хорошо, оно будет хорошо, ещё смогут оливки эти попробовать. После того, как Олея была заложена, участники акции вместе с воспитанниками образовательного центра «Сириус» повязали на деревья ленточки и загадали желание. Каждый своё. Ну а одно общее на всех, чтобы Сочи всегда оставался таким же зелёным и цветущим. Инга Габеши, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Жителям Краснодарского края, как и всем россиянам, некогда будет работать в мае этого года. Роструд напомнил гражданам страны, как они будут отдыхать на майские праздники. Работающие граждане получили сразу три выходных дня на Первомай и ещё четыре на День Победы, сообщает Российская газета. На первую половину праздников выпадают субботы и воскресенья 29 и 30 апреля и понедельник 1 мая. Затем следуют два календарных выходных дня – суббота 6 мая и воскресенье 7 число. Понедельник 8 мая будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января. День Победы 9 мая, который в этом году пришёлся на вторник, праздничный день. День России подарит нам три дня отдыха – с 10 по 12 июня, а День народного единства – с 4 по 6 ноября. При этом в нынешнем году при пятидневной рабочей неделе будет насчитываться 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Ну и я напомню, что в Краснодарском крае жители получат ещё один выходной. 25 апреля – так называемый родительский день по распоряжению губернатора объявлен нерабочим. К другим новостям. ДТП могло бы произойти в Дагомысе накануне. Видео с камеры уличного наблюдения попало в сеть. Белая легковушка быстро спускается с перевала в Дагомыс. Внезапно из поворота выезжает экипаж ДПС. Водители обеих машин успели среагировать и избежать аварии. Однако шофёру белого автомобиля пришлось вырулить на встречную полосу, откуда он потом и вернулся в свой ряд. Все продолжили движение, как ни в чём не бывало. Тем не менее, блогеры комментируют ситуацию так. Экипаж ДПС выезжал в неположенном месте и без включённых спецсигналов. Десять нарушителей в день. Таковы итоги профилактической операции «Тонировка», которая сейчас проводится в Сочи. Автомобили, на стёкла которых нанесены покрытия, ограничивающие обзор с места водителя, признаются законодательством неисправными. В соответствии с ГОСТом, лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%. Передние и боковые – не менее 70%. Если стекло темнее, водителю грозит штраф в 500 рублей. За три дня инспекторами ГИБДД было составлено более 30 административных материалов. А с начала года таких протоколов выписано почти 3 тысячи. 12 апреля с 9 до 17 часов воды не будет в посёлке Мирный, в частности на улице Казачья. Причина – ремонтные работы на водоводе. Ну и продолжаем. Время предупреждений закончилось. За нанесение ущерба экологии курорта – немедленное отключение. В Сочи продолжается работа по пресечению сбросов канализационных стоков на рельеф. Уже обследование более 13 тысяч объектов. Выдано 5 тысяч предписаний. Нет реакции – нет и воды. Решение жёсткое, но необходимое. С проверкой комиссия побывала в Нижнешиловском сельском округе. Продолжит Рината Шипулина. В дом на улице Комунаров комиссия в составе представителей администрации сельского округа, специалистов водоканала, полиции приходила не один раз. Нарушения были выявлены, даны и предписания. Однако собственник рекомендации игнорирует. Предупреждён он был и сегодня о визите инспекторов. Но дома его не оказалось. Впрочем, это не помешало специалистам перекрыть систему подачи воды. Собственника здесь задолженность – 12 914 рублей 4 копейки на настоящий момент. Также у него происходит слив стоков на рельеф. Договор на вывоз жидких бытовых отходов отсутствует. В связи с этим мы его будем подключать. Только после погашения задолженности и устранения нарушений, а это заключение договора со специализированной организацией, имеющей право на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов, либо установку лосов, подача воды абоненту будет восстановлена. Регулярно проводятся мероприятия по выявлению нарушителей. Кроме этого, на всех сходах граждан, на всех общественно значимых мероприятиях до населения доводится информация о необходимости приведения системы водоотведения в соответствие. Больше 200 протоколов было составлено за прошлый год только по Нижнешиловскому сельскому округу. Многие приводят в соответствие с требованиями системы сброса сточных вод. Нижнешиловский сельский округ включает ряд сел, где нет и никогда не было централизованной системы канализования. В домах старой постройки – выгребные ямы. При возведении новых объектов проектом должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения. За каждым объектом осуществляется контроль до тех пор, пока собственники не выполнят условия безопасного для окружающей среды сброса сточных вод. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Администрация Сочи и Горкий город подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны закрепили документ подписями в Красной Поляне. Соглашение предполагает взаимодействие в проведении разного рода крупных событийных мероприятий. Документ формализует отношения между горно-климатическим курортом и городской мэрией. Ведь Горкий город уже задолго до подписания соглашения совместно с администрацией работает над поддержанием статуса Сочи как курорта мирового уровня, уделяя внимание расширению географии деловых связей. Согласно документу, часть крупных культурных спортивных деловых мероприятий, которые пройдут в Сочи в 2018 году, будут перенесены в горы, чтобы этот кластер стал еще более активным участником городской жизни. Все эти событийные мероприятия не просто для красного словца или для праздника делаются, а для того, чтобы все участники и туристы, которые приезжали в город Сочи, они в первую очередь получали полный спектр услуг и удовлетворения от того, что здесь они находятся. Почему мы подписываем сегодняшнее соглашение? Потому что мы смотрим в будущем, мы считаем себя частью города Сочи, считаем, что совместными усилиями мы в состоянии помочь городу, город помочь нам для достижения самого главного – продвижения курорта и в России, и за рубежом. Так, по просьбе администрации курорта, Горки-город уже 1 и 9 мая проведет масштабные праздничные мероприятия для сочинцев. Призер Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух, стал послом Сочи как города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года. Удостоверение ему вручил глава города Анатолий Пахомов. Также побывали на приеме у мэра сочинские самбисты и дзюдоисты. Они стали победителями премии «Гений дзюдо». Фигурист Илья Авербух стал послом Чемпионата мира по футболу от Сочи. Именитый спортсмен оказался уже пятым послом курорта как города-организатора чемпионата. Ранее эту роль приняли Сергей Митривели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев. Илья Авербух – российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию. Теперь еще и посол Сочи. Он уверен, город ждет успех. Сочи создан и для курорта, и для спорта, и для того, чтобы все болельщики, которые приедут сюда, уехали с абсолютным ощущением праздника, абсолютным ощущением праздника футбола. И все те, кто пытаются на протяжении всех этих лет вставлять нам палки в колеса в виде проведения чемпионата, будут повержены открытостью, замечательной инфраструктурой, доброжелательностью горожан. И не только доброжелательностью, но и стремлением к абсолютной победе. Так, спортсмены городской общественной организации Федерация борьбы дзюдо и самбо города стали гениями дзюдо 2016 года. Именно сочинская федерация дзюдо признана лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации. А город-курорт Сочи завоевал звание победителя среди регионов различных стран по развитию дзюдо как олимпийского вида спорта. Руководство городской федерации уверено, таких успехов можно было добиться только при поддержке администрации. Мы кардинально развились, очень много занимающихся привлекли. Дети хотят заниматься, развиваться физически. И еще раз хочу вас поблагодарить, что вы такое внимание оказываете. На сегодняшний день большое количество мальчишек и девчонок выбрали занятия дзюдо и самбо. Более 200 человек занимаются самбо и более полутора тысяч дзюдо. Многие из них показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Самые выгодные вклады – это вклады в детей, потому что это самый лучший капитал. И сегодня в школах у нас дополнительно, кроме занятий спортом на уроках физкультуры, 77% занимаются дополнением. Либо в спортивном школе, либо в спортивных секциях, которые при школах. Глава города наградил почетными грамотами не только спортсменов, но и руководителей федерации дзюдо и самбо. Также мэр особо отметил тренеров спортивной школы Олимпийского резерва номер 7. Главная их заслуга – не только воспитание молодежи, но и активное участие в спортивной жизни города и пропаганде здорового образа жизни, которые в Сочи в последнее время уделяют все больше внимания. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел траурный митинг в память о бузниках фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, заключенные Бухенвальда подняли восстание и обрелись свободу. Сегодня в нашем городе проживает 139 бывших малолетних узников. Одна из них – Тамара Григорьевна Сытник, которая муки фашистского ада выдержала, будучи четырехлетним ребенком. Детство – самое страшное из воспоминаний Тамары Григорьевны. Себя она помнит в одном образе – кожей кости. В австрийском концлагере «Шпильхаузен», который значился под номером 31, для детей была заготовлена лишь плетка от фрау и собаки, которых спускали на малолетних узников. С тех пор прошло более 70 лет, но им жизнь в лагере смерти и ужасы фашистских застенков уже не забыть. Мы все помним, и я помню. Но я не помню, чтобы нас кормили. Мы постались где-то все что-то добыть. Мы уже доходили, мы дистрофики были, поверьте, мы уже едва двигались от голода. И когда вот это вошли американцы, это было 5 мая, они к нам, а мы криком кричим все, прячемся где под нарами. Ну, уже умирать не хотели, уже понимали, наверное. Биография этих людей – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения. О жизни за колючей проволокой и миллионах убитых в лагерях смерти Тамара Сытник рассказывает школьникам с одной целью – чтобы те знали, какой ценой был завоеван сегодняшний мир. А вам надо учиться это обязательно. Обязательно жить вот и сейчас, городом жить. Что у нас делается? Надо везде участвовать. Вникайте в жизнь города. А еще, подчеркивает Тамара Григорьевна, священный долг каждого – сохранить память и отдавать дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям. И сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, в том числе и школьники, приняли участие в траурном мероприятии. Сегодня здесь говорили и о преемственности поколений, о том, что эстафету патриотического воспитания молодежи у ветерана Великой Отечественной, которых с каждым днем все меньше, должны принять дети войны. Это то поколение, которое пришло после победы в Великой Отечественной войне, но по рассказам, по ощущениям, по фотографиям, по ранениям своих близких отцов и дедов, они тоже прекрасно помнят эти ужасы войны. И в преддверии 9 мая мы проводим целый ряд таких мероприятий для того, чтобы еще и еще раз наше нынешнее поколение прикоснуть к этой трагической истории, но очень важной для понимания того, что есть твоя Родина, что есть Россия, что значит долг защитить Родину. Подобные памятные мероприятия сегодня прошли по всему миру. Из десятков миллионов погибших узников в концентрационных лагерей каждый пятый был ребенком. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 12 апреля в Сочи открывается 20-й юбилейный фестиваль конкурс армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь». Организаторы обещают, что на главных концертных площадках курорта с новой силой зазвучат патриотические военные песни марши в исполнении лучших коллективов российской армии. За 20 лет фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь» стал праздником вокального, музыкального и хореографического искусства. Выступления военнослужащих кого-то трогают за душу, кого-то призывают к долгую чести. Для самих же участников, духовых оркестров и сольных исполнителей этот конкурс стал трамплином для творческого развития. В 1998 году фестиваль, проведенный по инициативе администрации Хостинского района, в большей степени был посвящен афганской теме. Участников было чуть больше ста, но и тогда среди гостей были именитые коллективы. Такие, как «Голубые береты», «Каскад», «Синева». Сегодня же участников более 500 из 25 субъектов страны. Это представители пограничной службы, ФСБ, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний. Впервые свое творчество продемонстрируют и росгвардейцы. А вот солисты ансамбля имени Александрова, последняя гастроль которого оборвалась над Черным морем, в этом году на сочинскую сцену не выйдут. Погибшим коллегам участники посвятят один из дней фестиваля. Что же касается города Сочи, то здесь, отмечают члены жюри, все произведения звучат особенно. Чаще всего, когда приезжаешь сюда и чувствуешь вот эту атмосферу, всегда мы задаемся вопросом, почему атмосфера именно здесь такая. Вероятнее всего, здесь совершенно другой край. Край песенный, край морской, край, где хочется вдохнуть полной грудью. Вероятнее всего, здесь вот это восприятие того, о чем люди поют и что они хотят донести до зрителя и до жюри, вероятнее всего, какое-то особенное. У нас три почетных гражданина города Сочи, хормистеры. В прошлом году мы провели всемирные хоровые игры, и многие из участников были свидетелями этого грандиозного праздника. А в наши дни в крае создается детский сводный хор. То есть традиций песенных у нас много, и мы этим дорожим, и мы гордимся тем, что мы сегодня с вами поем и говорим о той великой миссии, которую выполняет наша культура. Фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь» пройдет на площади Южного Мола и на сцене Зимнего театра. Также будут задействованы воинские части и здравницы курорта. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов в фестивале конкурса состоится 16 апреля. В Сочи стартовал чемпионат России по керлингу на колясках. Участвуют команды из нескольких городов нашей страны. Вчера был день заезда и первые тренировки на Олимпийском льду керлингового центра. Сегодня парад открытия. Официальные приветственные поздравления и не совсем обычные приветствия и поддержка от 13-летней участницы конкурса юных талантов «Синяя птица» Геры Арестовой. Организатором чемпионата России по керлингу на колясках является Министерство спорта. А в прошлом году такие же соревнования проходили в Челябинске и вот в Сочи. Здесь качественный лед, хорошие условия. В качестве подготовки сборной команды это очень хорошо, очень полезно. Потому что игроки, которые на следующий год планируют играть на Паралимпиаде в Корее, то есть для них это очень хорошо, для них можно хорошо подготовиться, играя здесь. Сразу на нескольких дорожках 8 команд из 7 регионов. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Краснодарский край и Севастополь. Три недели назад наша сборная вернулась из Южной Кореи с чемпионата мира, где заняла второе место в ее составе и серебряные призеры Москвич Константин Куровтин и Дарья Щукина из Челябинска. Но уже здесь, на чемпионате России, они выступают каждый за свою команду. Сегодня игра Москвы и Челябинска завершилась со счетом 3-5 в пользу москвичей. Игра первая у нас сложилась тяжело. Соперник Челябинск, команда мастеровитая, там есть игроки со сборной России, почти весь состав. Но я доволен своей командой, своими ребятами. Отыграли хорошо, я надеюсь, нам даст это положительные эмоции. У нас на самом деле все достаточно сильные команды. Вот. Каждая команда – это соперник. Второй раз на чемпионате России по керлингу на колясках – севастопольцы. Они не так давно начали тренироваться, поэтому сильно на успех не рассчитывают. Мы вообще очень давно хотели этот вид спорта развивать, хотя он очень необычный. Мы вообще первопроходцы в Севастополе, потому что Южный город, у нас даже, по сути, нет хорошего ледового катка. Вот. И этот спорт только развивается. Как и хоккей, как и слэш-хоккей, ну и керлинг. Керлинг на колясках впервые вошел в программу паралимпийских игр в 2006 году в Турине. В соревнованиях принимают участие команды, в состав которых входят мужчины и женщины. Цель игры – попасть пущенным по льду камнем, как можно ближе к центру вычерченной мишени, называемым домом. Игра состоит из восьми партий эндов. В субботу вечером будет определен чемпион России по керлингу на колясках. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.